Улица Крылова перекрыта. Сейчас здесь начинают укладку чистого слоя асфальта. На прошлой неделе Юрий Поляков лично проинспектировал ход работ. Все замечания главы Анапы были учтены. Совсем скоро здесь будет три полосы движения, которые снимут нагрузку с улиц Ленина и Промышленной. В общей сложности на расширение и обновление дорожного покрытия этой улицы уйдет около тысячи тонн асфальта. В данный момент мы закончили метров 200 полосы. Всего полоса составляет около 600 метров. Ширина проезжей части будет после асфальтирования 11 метров. Толщина асфальта колебается от 8 до 12 сантиметров. Сегодня-завтра планируем закончить асфальтирование, после этого будем поднимать люки. Накануне на территорию возле храма иконы Божьей Матери зашла строительная техника римстроя. В конце прошлого года на личном приеме у главы города Леонид Колыбин обратился с предложением разбить здесь зеленую парковую зону. Во время рабочего объезда Юрий Поляков снова встретился с активистом. Теперь уже для того, чтобы обсудить детали. Нам надо максимально здесь, вот здесь есть объем, где работать, все нормально. Курортному сезону надо будет сдать эту площадь. А еще лучше в районе 1 мая людям будет приятно на 1 мая. Вот вам площадка. Спасибо. Спасибо за жизненную активную оппозицию, что вы нам помогаете. Будем делать, будем наш город улучшать. Сказано – сделано. Коммунальщики уже завезли материалы, согласовали документацию и приступили к реализации проекта. В настоящее время на данный объект завезен поребрик, завезены инертные материалы, произведены земельные работы, выемка грунта, подготовка основания под установку поребрика. В настоящее время трудятся две бригады в составе 10 человек. После укладки плитки здесь будут установлены урны и лавочки, а также высажены деревья. Жители близлежащих домов внимательно следят за ходом работ. Наличие собственного зеленого сквера особо радует молодых мам и людей пожилого возраста. Да это не то слово, как мы довольны. Все довольны. Все вот увидели, что здесь делается. И вообще, представляете, нам здесь будет где выйти, походить, погулять, посидеть. А что нам еще нужно пенсионерам? Также продолжаются работы по расширению улицы Ленина. Часть дороги уже готова к асфальтированию. Все осложняется наличием большого количества коммуникаций, которые расположены в этом месте. Однако есть задача, которую необходимо выполнить – завершить все работы к началу курортного сезона.